И, конечно же, первый вопрос про Кемерово. Трагедия в Кемерове. Как в США отреагировали? На первых страницах в американских газетах, центральных газетах, фотографии, большие статьи, рассказ о случившемся трагедии, интервью с родственниками, с участниками, попытка дать описание того, что произошло. Знаете, какое-то новостное описание. Конечно, все об этом говорят, потому что трагедии такого масштаба в мире случаются не очень часто. Ну, а в странах, которые претендуют на то, чтобы быть развитыми, вообще крайне редко. Поэтому, конечно, об этом говорят. Конечно, это на первых страницах газет. Не могу сказать, что здесь есть какой-то глубокий анализ. Собственно говоря, и в России такого глубокого анализа нет, за исключением того, что, очевидно, вся система противопожарной безопасности, она поставлена в России с ног на голову. И, в общем, думают о чем угодно, кроме о безопасности людей. Поэтому, да, говорят, да, известно, хорошо, понятно, знакомые поражают свое сочувствие. Да, говорят, что как, так же так, мы с вами. Ну, в общем, простые американцы, они, в общем, реагируют так же, как жители любой страны. Трагедия есть трагедия, когда гибнут дети, когда гибнут люди. Это, в общем, всем плохо. А вот в Вашингтоне, кстати, к посольству или где-нибудь в других городах, где консульства еще работают, не несли цветы в Америке? Яков не знаю, возможно, цветы какие-то есть. Просто я не был вчера в районе консульства. Я думаю, что не исключено, потому что и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско, и в Сиэтле, где консульство еще работает, большая русская диаспора. Вполне вероятно, что кто-то из россиян туда принес цветы. В общем, нельзя этого исключать. Ну, вот такого массового, наверное, все-таки пока я не видел. А вот просто вчера проходило сообщение, подобные катастрофы вот такого характера в торговых центрах в Европе случались в 60-70-е годы. В США пишут, что такого не было. Действительно ли так? Ничего подобного вообще такого? Ну, Яков, я порылся, пробежался по интернету. Ну, знаете, как в интернете можно утонуть на всю жизнь в поисках ответа на какой-нибудь вопрос. Я не нашел. Я не нашел действительно таких вот... Ну, вот представить себе, что пожарные выходы могут быть заблокированы, представить себе, что из помещения нельзя эвакуироваться. Здесь во всех помещениях везде стоят сигналы. Ну, указатели, да. В случае пожара идти сюда, в случае пожара лифтом не пользоваться. А эти сигналы вообще будут заметны, если задымлено помещение? Яков, видимо, да. Ну, опять же, знаете, как трудно проверить, когда ты не попадаешь в такую ситуацию. Я думаю, что там учения проводятся тоже и тоже проверяют. В общем, пожарная охрана, пожарная служба, она здесь, в общем, уважаемая организация. И я не знаю, вообще, честно говоря, вот сколько я здесь, 4 года в Вашингтоне жил, я про большие пожары как-то вообще не слышал. Скажите, а вот вы сами попадали в такую ситуацию, что вы в торговом центре, вы в ресторане, вот здесь в США, и срабатывает сигнализация, как себя ведут люди? Даже если это вот сигнализация ложная в итоге оказывается. Яков, ну, в ресторане не попадал. Я пару раз, когда еще работал в Марио Линч, приезжал в Нью-Йорк, один раз в Нью-Йорк, один раз в Лондоне. У меня были, ну, не знаю, там, учения, да, когда сидишь в штаб-квартире этой организации, раздаются сигналы, что пожарная тревога, просим всех покинуть помещение. Да, и, при том, что, ну, говорят, да, что это учебная тревога, но, тем не менее, просим соблюдать все протоколы, да, и, соответственно, все сотрудники должны покинуть помещение. Ну, в общем, занимает как-то минут 10-15, да, ну, вот опять трудно же сравнивать, да, потому что одно дело, ты понимаешь, что вот тебе нужно просто уйти из помещения, там ничего не угрожает, да, другое дело, когда вокруг дым, пожар, огонь, и люди ведут себя по-разному. Поэтому такие же учения проводятся. Ну, вот, собственно говоря, все выходы в тот момент, в те случаи, когда проверялось, они все работали, все лестницы были открыты, никаких решеток, замков, ничего не было. Хорошо, хочется спросить реакцию властей. Вот в США происходит похожая, не будем говорить такая же, похожая ситуация. Мы помним, последнее, что я помню, расстрел в Лас-Вегасе. Нет, но здесь в школах был. И по Флоридской школам. Реакция властей, реакция властей местных, реакция Трампа. Ну, немедленно, немедленно идет заявление. Да, ну, с Трампом, с Дональдом Трампом вообще там все очень быстро. У нас в Твиттере, да, мгновенно все появляется. Ну, то есть, там никакого разговора о том, что мы не могли выяснить масштаб трагедии. Ну, в общем, как-то, знаете, когда там правительству требуется полтора суток российскому, чтобы, не знаю, дежурное такое заявление о том, что там мы соболезнуем. Нет, такого здесь представить невозможно. Я как-то вот у Трампа это не задерживается, да. То есть, у него сразу же появляется, как только становится известно, сразу же в Твиттере. И, конечно, местные власти, они тут же приезжают на место трагедии. Там и полиция. И сразу понятно, кто занимается. То есть, там тут же на телевидении, вот, пожалуйста, руководитель расследования, вот вам губернатор, вот там пожарные, вот, ну, если нужно, там, ФБР. Вот, собственно говоря, все люди, которые участвуют в обсуждении, в осмотре места происшествия, кто принимает решение, они все тут же там и дают интервью, рассказывая, не скрывая о том, что случилось, не скрывая о том, что собираются делать власти, какие проблемы, а что уже известно, что неизвестно. Вот, ну, конечно, здесь попытка скрыть что-либо, она просто немыслима. А мы еще обсуждали, вот, формат встреч и пытались найти какие-то западные аналоги, потому что вот то, что президент Владимир Путин сегодня приехал в Кемерово, и он встретился там с инициативной группой. Которой мы, в принципе, не можем понять, кто это. Ну, то есть, там, возможно, там были, там, ну, может быть, там были. Сотрудники ФСО, которые там выполняют роль статистов при всех встречах Владимира Путина с народом. Ну, вот говорят, что нельзя там по протоколу безопасности, да, вот так вот просто выходить, там, президент, умер, там, просто вот так в толпу. Не дай бог что-то случится. А мы сколько нашли примеров, по-моему, до Обама? Мы два примера ярких нашли. Это Буш с пострадавшими от Катрины, и Обама с пострадавшими от урагана Сэнди. То есть, насколько это нормально, когда там глава государства так выходит? Обнимается с людьми простыми. Послушайте, ну, в Америке достаточно посмотреть на предвыборную кампанию, которая состоит из того, что кандидаты ездят, не знаю, там, по 4, 5, 6 встреч в день проводят, и везде обязательно пожимают руки, общаются с простыми людьми, да, и вот этот вот контакт eye to eye, да, глаза в глаза, рука в руку, пожать руки, похлопать по плечу, спросить, как тебя зовут, как твое имя, какие у тебя проблемы, это нормальный ритуал американского политика на любом уровне, президента, губернатора, конгрессмена, там, представителя местного законодательного собрания. Если ты не общаешься с людьми, с обычными людьми, да, то, конечно, у тебя никаких политических шансов нет. Поэтому дело же не только в том, что нужно в трагедии, да, там, выискивать, собирать тех жертв, родственников, да, и там, вот с ними общаться. Просто приезжаешь на место, и для американского политика это нормально. Это нормально, и, в общем, как-то, ну, не знаю, служба безопасности, она работает, то, что называется секрет сервис в Америке, с президентами, ну, со времен Рейгана, за покушение на него, да, я не помню ни одного случая тогда угрожало бы что-то президенту вот такое физическое, ну, по крайней мере, чтобы становилось известно о попытке покушения. Вот поэтому разговор о том, что там протокол, знаете, вот, на самом деле, я готов поверить в то, что протоколы ФСО чего-то запрещают, но точно так же, как там, вот, с Кемеровским центром понятно, да, что, там, законопатченные выходы, это требования безопасности со стороны, там, ФСБ, НВД, не знаю, кто там, потому что террористы не проникли в кинотеатр. Собственно, там, там просто протокол безопасности написан не пожарникам, а другими службами. Да, поэтому, ну, вот они, они запретили, потому что им так проще охранять страну от террористов. Они же не думают, а, там, ФСБ отвечает за террористов. Вот они сказали, законопатие все выходы. Они за пожары не отвечают, поэтому вот такие протоколы и написаны. Ну, то же самое здесь. Там протоколы ФСО написано, что там президент не должен встречаться с народом, чтобы, не дай бог, не узнал что-нибудь плохого, да, или чтобы ему что-нибудь плохое не сказали. Президент хочет знать только хорошие новости. Вот до тех пор, пока там ФСО, ФСБ, не знаю, там, 250 страниц не перепишут, да, и не узнают всю правду о событиях в Кемерове, да, то ему об этом не докладывают. Вот они масштаб трагедии представить себе не могут. Вся страна может, там, в течение, не знаю, нескольких часов уже представлять масштаб трагедии. А люди, которые кладут справочки президента на стол, они этого делать не умеют. Ну, вот такие, такие протоколы, да, наверное, и так. Я напоминаю, что наша передача персонально ваша транслируется на YouTube-канале «Эхо Москвы». Кроме того, можно присылать здесь же в чате вопросы, а есть смс для, опять же, вопросов нашему эксперту, плюс 7-9-8-5-9-7-4-5-4-5 в Твиттере, аккаунт вызван, и даже через специальную форму на сайте «Эхо Москвы». Что касается масштабов трагедии, определения масштабов этой трагедии, насколько быстро и как вообще принимается в США решение об объявлении траура? Вы, потому что, как раз, обсуждали, что траур объявлен национально и только сегодня. Ну, то есть, он сегодня объявлен на завтра, спустя два дня почти. Марин, ну, честно говоря, я не знаю этих правил, процедур, кто определяет. Ну, определяет президент, как быстро, достаточно быстро. Но какие правила, сколько там должно человек погибнуть, я тут, честно говоря, не интересовался. Наверное, есть какие-то правила. Понятно, что если там два человека погибли, наверное, национального траура не будет. Если их там несколько десятков, то, конечно, тоже что-то случается. Я напоминаю, что эта программа персонально ваша. Сегодня персонально ваш экономист Сергей Алексашенко в студии Яков Широков, Марин Максимова. У меня вот вопрос, который не дает мне покоя уже двое суток. С одной стороны, кричим мы все, нельзя кошмарить бизнес, нельзя его гнобить проверками. С другой стороны, получается вот такая история, что этот центр вроде как и не проверяли или проверяли как-то спустя рукава. Где золотая середина? Яков, ну, мне кажется, что золотая середина, она в неработающих институтах. Вот, ну, давайте представим, вот гипотетический случай, да, хотя в Америке такого никогда не было. Вот представим, что такой пожар случился в Америке. Кстати, пишут нам, что был пожар в клубе Стейшн на Родайленде из-за несоблюдения пожарной безопасности. Число погибших 100, пострадавших 230. Это нам прислал Владимир Бани. Но я так понимаю, что это, по-моему, 70-е годы по клубу Стейшн на Родайленде. Яков, ну, не принцип, вот представим себе, что случился такой пожар. Вот представим себе, что случился такой пожар. Неважно, там, где в Нью-Йорке, в Майами, там, в Сан-Франциско, в Сиэт, ну, где-то в маленьком городке, где-то он случился. Вот, тут же, вот тут же, да, все пострадавшие предъявляют иски, вот помимо всего прочего, они предъявляют иски к владельцу этого учреждения, да, вот этого заведения. Да, и начинается, вот через страховые компании, через суды начинают выяснять, кто отдавал этот приказ, вот кто, кто приказал закрыть двери. И спрятаться, сказать, это служебная инструкция, это ФСБ, оно все засекретило, вам не положено холопом знать, кто это сделал, кто подписывал, почему, не ваше собачье дело, да. Вот тут же выясняется, и через суды, вот тем людям, кто принимал такие приказы, кто проверял пожарную сигнализацию, выкатываются многомиллионные иски, да, там, не знаю, там, десятки, сотни миллионов. И владелец недвижимости, вот, собственно говоря, если это приказ, инструкция владельца торгового центра, да, или, там, администрации торгового центра, то это сделано. Соответственно, вот к этой компании предъявляются материальные иски. Если это приказ, ну, не знаю, там, федеральных властей или властей штата, значит, штат оплачивает все эти иски. Вот я думаю, что после того, да, но... ФСБ же иски не предъявишь, получается? Яков, Яков, подождите, мы же говорим сейчас не про ФСБ, мы говорим про Америку. Вот, в России вообще, ну, для этого, для этого нужно, чтобы суд работал, да, для этого нужно, чтобы граждане понимали, что если они идут в суд, то они могут там защитить свои права. Не важно, с кем ты судишься, с ФБР, с ЦРУ, с Госдепом, да, если ты идешь в суд, если ты понимаешь, что именно там ФБР свои инструкции нарушил, там, привело к ситуации, когда твои родственники погибли, то ФБР будет отвечать за это дело, да, вот в суде они будут отвечать. А бывают случаи, что ФБР засудили на круглую сумму? Полицию регулярно заслуживают на круглую сумму, на большую сумму. Полиция, а ФБР? Яков не проводил расследования, думаю, что да. Думаю, что да, думаю, что такие, понимаете, вот сказать, что их много нельзя, ну, потому что здесь люди, работающие в ФБР, они понимают свою ответственность, они понимают, где грань, что можно, что нельзя, да, где ты переходишь за требования закона, здесь каждый раз чиновник, там, принимая какое-то решение, он очень хорошо понимает, что с этим решением он может там встретиться, в следующий раз в суде, да, и зато ему нужно четко, совершенно мотивированно объяснить, что он, почему он принял, исходя из каких предпосылок, какие гипотезы, почему такое решение, почему не это решение, да, вот, поэтому возможностей таких случаев крайне мало, или они вообще единичные, вот, ну, просто у нас, вы правильно говорите, да, что у нас в ФСБ вообще судиться нельзя, приказ секретный, вам знать его не положено содержание, да, просто сказали заварить все двери, позвонили, да, и сказали, все законопатить. И потом пойди найди, был этот звонок, не было этого звонка, найдут стрелочника в каком-нибудь торговом центре, да, и выяснится, что это он оказывается своим приказом, приказал все двери заварить. А насколько распространена такая практика, что после каких-то больших трагических ситуаций люди лишаются своих постов? Потому что сейчас, конечно же, те собравшиеся на акцию, не знаю, памяти протеста, на акцию, скажем, в Кемерове, они в том числе требуют отставки Тулеева. Марин, вот, мне кажется, что требование отставки Тулеева, оно связано больше с человеческими проблемами, да, с проблемой поведения губернатора, который считает себя ни за что не отвечающим, который не посчитал нужным приехать к месту трагедии. Ну, мы видели фотографию, я, кстати, принимаю, что он просто по состоянию здоровья мог не перенести эту поездку. Яков, если он по состоянию здоровья не может перенести поездку, ну, может, он по состоянию здоровья с рабочего места должен уехать куда-нибудь и заниматься своим здоровьем, я желаю ему, так говорится, выздоровления, да, и пусть живет подольше. Только пусть не занимает это рабочее место. Но на самом деле, Марин, вот, ну, можно, вот опять, давайте гипотетические случаи, да, что в Америке такое случается. Гипотетические случаи, что начинаются вот какие-то там массовые шествия в давление на то, чтобы губернатор ушел в отставку. Я, вот, не могу сказать, да, что вот по такому случаю губернатор может уйти в отставку, да, ну, опять-таки, вот, не встречал. Но случаи, когда чиновники уходят в отставку под давлением общественного мнения в Америке бывают. Недавно, ну, недавно, это недели 3-4 назад, в Вашингтоне был достаточно крупный скандал, в округе Колумбия в отставку ушли все руководители, ну, вот, то, что называется система ГРАНО, да, наукового образования. То есть там вице-мэр и начальник департамента, которых там пригласили несколько лет назад, которые занимались повышением качества образования среднего для жителей города. И вот их поймали там на том, что они фальсифицировали результаты контрольных показателей, по которым оценивалась их деятельность. А одного из них уволили за то, что он своего ребенка, как вот, без очереди устроил ту школу, в которой там очередь несколько сотен человек. То есть в Америке, так же, как в Москве, во многих странах, да, есть вот то, что называется школьные районы. Если Вы живете в район, который приписан к школе, то Ваш ребенок туда попадает без очереди, да, в общем, Вы обязаны взять. Если Вы живете в другом районе, то, соответственно, Вы записываетесь в очередь и ждете, наступит такой момент или не наступит. И, собственно говоря, вот в этом случае вообще там никакого давления, там, даже выйти на демонстрацию не успели. Как только об этом стало известно, человек тут же там был уволен со своего поста. Поэтому, да, если человек нарушает правила, если человек нарушает законы, то уход с поста для политики это нормально. Посмотрите, там, вот после скандала сексуальных домогательств с Эйнштейном, я не помню, там, что 3-4 сенатора, не сенатора, а конгрессмена, да, сказали, что они не будут, что они готовы уйти. Кто-то отказался от предвыборной борьбы. Ну, вот, да, есть, это нормально. Для политика, которая избирается, для политика, которая проходит через выборы, для политика, которая отвечает перед избирателем. У нас Тулеев же, он перед избирателем не отвечает. Он говорит, Владимир Владимирович, простите меня, Христа ради. Вот Вы меня, Владимир Владимирович, Вы главные пострадавшие в этой катастрофе. Да, я у Вас лично, у лично у Вас, прошу прощения, спасибо Вам, челом бьюсь за спасибо, что Вы мне два раза позвонили по этому вопросу. Ой, Господи, вот если бы Вы мне не позвонили, вообще не знаю, как бы жизнь здесь моя сложилась. Вот у человека в голове, ну, очевидно, да, нет никакой ответственности перед людьми. И в этом отношении, я очень хорошо понимаю жителей Кемерово, я считаю, что такого гумернатора надо гнать поганой метлой. Потому что ему жизнь людей, ему проблемы людей, они вообще по барабану, да, ему самое главное, чтобы начальник сказал, погладил по головке, сказал, молодец какой. Ух, молодец, знаешь, халоп, свое место, вот давай, дальше сиди, охраняй это губернаторское кресло, сиди сколько хочешь, вот до морковкиного заговения. У нас, кстати, вопрос от Вашего тезки, я так понимаю, что и тут не указано, из какого города. А будут ли дальше, получается, строить торговые центры из высокогорючих материалов и ждать ли этим объектом пожара? И что делать вообще с аналогичными торговыми центрами? Яков, ну, я, знаете, как вот, нельзя отвечать за все торговые центры во всей стране и сказать, все они из горючих материалов, не все они из горючих материалов. Там у нас и торговые центры горят, у нас и дома престарелых горят, и школы горят, все горит. У нас поясняется, что из горючих материалов сделано все. В любом, мне кажется, современном помещении там есть достаточно большое количество горючих материалов, и гореть всегда есть чему. Ну, горят-то у нас, получается, хромая лошадь, зимняя вишня, была еще в Ухте торговые центры, был пожар. В Владивостоке вспомнили пожар в суде. Яков, если, опять, есть хорошая фраза, которую постоянно Юлия Латынина говорит, да, что система отличается между собой тем, как они реагируют на свои ошибки. Ошибки могут сделать все. Выясняется, что из сделанных ошибок, из тех пожаров, которые были, делали какие-то другие выводы. В общем, если это все продолжается, если можно законопачивать выходы в торговых центрах, если люди в случае пожара не могут эвакуироваться из такого-то помещения, где... Ну, что, теперь нужно запретить все кинотеатры, нужно запретить все диско-клубы, нужно запретить развлекательные мероприятия в стране на всю жизнь. Вы знаете, мы все это построили, но это не предназначено для того, чтобы люди могли оттуда спастись живыми. Опять, что делаем в системе, где не работает суд, что делаем в системе, где нет политических выборов, где нет ответственности политиков за принимаемые решения, что делать? Протестовать против такой власти. Единственное, что остается. Ну, вот уже несколько часов в Кемерове идет митинг. Да, он шел, я так понимаю, что он уже закончился. Ну, давайте смотреть, насколько хватит энергии у людей протестовать. Я же понимаю, что зимой особо долго на морозе не простоишь. Ну, сейчас все-таки же весной. Ну, это где? У вас в Москве снег идет весной. Понимаете, вот на власть, власть, которая неизбираемая, которая существует по назначению, на нее общественный протест, политический процесс, социальный протест, давление, митинги – это единственный способ воздействия. Потому что если переписываться в социальных сетях, говорить, ой, какие они негодяи, какие они нехорошие люди, как плохо они себя ведут, то ничего не будет. Очевидно, что и Путин лично, и, не знаю, и Тулеев, все боятся людей, выходящих на улицу. Все боятся только тех людей, которые стоят на улице и защищают свои права. Людей, которые сидят на диванах, смотрят телевизор и что-то твитят, они не боятся. Мне хотелось бы поправить, все-таки не совсем права, а люди, которые вышли на улицу, которым фактически уже нечего терять. Очень многие там действительно в отчаянии в последнем. То есть люди в последней стадии отчаяния, как мне кажется. Яков, вот смотрите, ведь, насколько я понимаю, в Кемерово вышло несколько тысяч человек. Но это заведомо больше, чем число родственников. То есть вышли не только те, кто пострадали, не только те люди, которым можно такое сочувствовать. На самом деле вышли люди, у которых есть какое-то гражданское самосознание. Люди, которые понимают, что в конечном итоге трагедия случилась из-за того, что в России такая власть. Она так устроена, она такие ограничения, она людей не ценит. Человеческая жизнь не стоит ничего. Эта власть может делать с людьми все, что угодно. Она даже извиниться перед ними не может. Она даже вот просто человеческие слова сказать не может раньше, чем через полтора суток, пока не выяснит масштабы трагедии. На самом деле там несколько тысяч человек. Я вполне могу предположить, что это действительно родственники, друзья и знакомые. Ведь это затронуло всех родителей. Все ходят с детьми в эти торговые центры. И все мы ходим туда за покупками. Поэтому это касается очень большого круга людей. Просто я общался с одним из участников. Очень многие люди доведены до отчаяния. Вот именно вот этой трагедии, которая всех сплотила весь город. Но мы сейчас прервемся на несколько минут. Я напоминаю, что в студии Яков Широков, Марина Максимова и по скайпу с нами экономист Сергей Алексашенко вернемся и продолжим опять же кемеровскую тему. В это время проходят другие новости. Как вы сами понимаете, других новостей не будет сегодня. Надеюсь, все поймут. Но я хочу прочесть одну вещь. Я сегодня был в шоке, честно говоря. Ой. Ой. Новый питомец. Кстати, нам показывают собаку. Какой новый питомец? Это вполне заслуженный. Я не видела. Заслуженный соавтор некоторых выпусков. Персонально ваш. Вот. Все. Про окошку, кстати, не спрашивайте. Сразу говорю. Говорить не будем. Меня сегодня поразила одна вещь. Я был в шоке. Я прочел это в РБК. Почему, оказывается, еще закрывают, уходя, билетеры двери в залы? Ну, если я догадывался, что это все происходит, например, потому что они боятся зайцев, ну, безбилетников. Да. Оказывается, это делается для того, чтобы не нарваться на штрафы со стороны Министерства культуры и дистрибьюторов в случае, если зрителей на сеансе окажется больше, чем проданных билетов, пишет сегодня РБК со ссылкой на председателя Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина. Я вот рассказываю, собственно, еще одну версию про закрытые двери. Двери закрыты. Опять же, из-за этого группа детей погибла. Кинотеатры сейчас находятся под мощным домокловым мечом со стороны Министерства культуры и дистрибьюторов, которые жестко проверяют. К примеру, администратор кинотеатра решил, что лучше запереть дверь в кинозал. Такое допустимо. Допускает такую мысль представитель Ассоциации. В Департаменте кинематографии Министерства культуры назвали это заявление циничной попыткой выйти от ответственности и выйти из-под действия законодательства. Министерство не наделено полномочиями по контролю за кинотеатрами его функции составления протоколов, говорится в комментарии Департамента культуры. Слушайте, ну мы все прекрасно помним по фильму «Смерть Сталина», о том, что можно показывать фильм, но в итоге нарваться на крупные штрафы. Министерство культуры будет делать большие глаза и разводить руками. Я все это понимаю. Мне хочется просто спросить тому, кто в Министерстве культуры придумал эти штрафы. Каждый ли день они кушают уху? Я лично теперь в кинотеатры очень долго не пойду, зная, что существует такая вещь. Я тебе хочу сказать, что я в кинотеатры хожу регулярно. Раньше чуть чаще, прям часто ходила. Сейчас регулярно. И я регулярно выхожу, ну раз, да, за сеанс я вхожу в туалет. То есть я выходил в туалет? И там уже очень долго выходить. И мы решили попробовать обойти толку и выйти через пожарный выход. Он отмечен ярко, кстати. Ну там закрыто было. Ну я боюсь, что, кстати... Закрыто. Так что вот это да, с этим я столкнулась. А вот чтобы во время сеанса закрывали дверь, нет, я такое... То есть я сама проверяла в разных причин кинотеатрах. Ну не специально. Слушай, нам пишут, что не слышно ничего подобного. Странно. А вот так слышно. Как-то не слышно. Хм, громче, громче, громче. Странно. Звук и звук и звук. Так. У кого машины сигналят? Не сигналят, это у нас сверху сверлят. В общем, меня, если честно, конечно, шокирует все. И приказ ФСБ закрывать эти двери. То есть я понимаю, я понимаю, что сейчас, возможно, все двери откроют, и они будут открытыми, и внезапно, не дай бог, случится какое-нибудь нападение на кинотеатр, и будут говорить, что вот вы этого добивались всем нам. На 10 рублей готовы поспорить, не откроют. Сколько было уже трагедий? Сколько раз говорили про закрытые, заваленные, заваренные решетками пожарные выходы? Ничего не поменялось, сейчас не поменяется. Так везде. В Москве, кстати, кинотеатры не все закрывают. Я был в Звукарю, скажите, что назарил звук. Слушайте, я не... Это, скорее всего, техника. Я был в Золотом Вавилоне, я был в... Господи, в Звездном, который сейчас, по-моему, закрылся, там не закрывали. Я была во многих кинотеатрах, сразу могу сказать. И октябрь, и на Киевской... В октябре, кстати, не закрывают. Я был на Оскарском показе. В Отрадном я была в Золотом Вавилоне. Так, приготовились? В студии Яков Широков, Марина Максимова, с нами по скайпу экономист Сергей Алексашенко. Мы разговаривали про кемеровскую трагедию, искали аналогии и пытались найти подходы, как действовать здесь, как действовать за рубежом. И у меня еще только один вопрос. Вот сейчас, когда официально называются цифры погибших, а в Кемерово все громче раздаются голоса, что их гораздо больше, чьей точке зрения вы больше верите, Сергей? Яков, не знаю. Я готов поверить, что правда лежит где-то посередине, потому что спасатели не могут сообщить количество погибших больше, чем вот они нашли свидетельство. Остатков. Мне кажется, что действительно, после такой трагедии нужно какое-то время, чтобы собрать данные о людях, которые теоретически могли быть. Пожар длился достаточно долго, и понятно, что останков может быть достаточно малое количество. То есть вы не верите в теорию заговора, что специально занижают цифры погибших? Как это люди, отчаявшиеся некоторые, уже говорят? Яков, вот, ну, понимаете, там, если предположить, предположить, да, что разница там 64 или 74, да, вот и 10 человек, четко понимать, что там были их родственники, или могли быть. Знаете, как там, там ребенок сказал, что я пойду в кино, вот туда-то, да, а он на самом деле пошел куда-то еще. Вы в голове считаете, что он именно в этом кинотеатре, и в это время там находился. И будете, там, бить в колокола, во все колокола, и правильно делать, до тех пор, пока ребенка не обнаружите, или родственника своего не обнаружите где-то, да. Вот, поэтому, ну, мы понимаем, да, что, ну, здесь, там, расхождение не в разы, как это было, там, в случае с Бесланом или с Нордостом. Ну, вот, поэтому, я, честно говоря, мне не хочется, там, занимать чью-то сторону, это точно совершенно не то пари, где я готов быть участником. Давайте подождем и узнаем, правда. Мы говорили о том, что в похожей ситуации в США, ну, возможно, губернатор бы не ушел в отставку, да, или бы, там, не отправили бы в отставку. А если все-таки отвечать на вопрос, на ком вина, а на том же губернаторе, в любом случае, разве частично это не его вина? Вот в том, что произошло. Ну, я не думаю, я не думаю, что, вот, ну, вот, опять, смотрите, мы не знаем, мы не знаем, там, всех причин трагедии, да. Скорее всего, вот, основные мы хорошо понимаем. Значит, первое, это то, что были закрыты пожарные выходы, второе, то, что не работала пожарная сигнализация, третье, соответственно, это еще непонятно, из-за чего возник пожар. Да, четвертое, возможно, возможно, там, вопрос, который у нас звучал в первой части, там, отделка, отделка помещения была из таких материалов, которые запрещены, в принципе, в силу высокой пожароопасности. Вот, если предположить, что есть четыре вот этих фактора. И мы все знаем, почему они, почему они эти. Марина, в каком, скажите, в каком из них есть, может быть, может быть, прямая ответственность губернатора? Вот, ну, на вскидку ни в каком, потому что, ну, очевидно, что... Прямой нет, но ведь это же все мы понимаем, что это все за деньги, вопрос был решен. Ну, подождите, двери, 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 двери были закрыты, двери были закрыты явно не за деньги, да, а по приказу, скорее всего, по приказу ФСБ. Ну, вот, губернатор Тулеев, или губернатор Пупкин, он может приказать ФСБ отменить приказ? Да нет, конечно, ну, вот, нету здесь его ответственности. Ну, окей, за это нет. За это нет. Видимо, ну, видимо, дальше, вот, причина пожара, там, случившееся, короткое замыкание, взрыв автомата с попкорном, кто-то спичку поднес. Ну, тоже, похоже, вот, вряд ли, там, лично губернатор Тулеев со своим кортежем туда не приезжал, этого не делал, правда? Вот, дальше. Ну, во всяком случае, его родственники туда ходят. Тем более. И они знают, из чего сделаны все наши центры. Марин, соответственно, можно или нельзя, можно или нельзя, там, использовать отделочные материалы, готов, вот, готов поверить, что есть какая-то коррупционная составляющая, готов поверить, что есть какие-то стандарты, которые были нарушены. Выяснится там вина губернатора Тулеева, выяснится там его участие, участие в этой коррупции, ну, да, наверное, есть. Мне, вот, по состоянию на сегодня, мне все-таки кажется, что ответственность губернатора Тулеева, она моральная. Она моральная, да, вот, человек, человеком назвать сложно, да, вот он встал по другую сторону от пострадавших. Он сказал, да, вот, слушайте, мне как-то, вот, все случившееся, мне, вот, ну, никак. Вот, вот перед Путиным я, там, виноват, перед Путина буду благодарить, вот перед Владимир Владимировичем. Вот, вот, вот ответственность губернатора Тулеева. Здесь она, в человеческих, вот, не знаю, там, ментальных каких-то еще там составляющих. И за это нужно требовать его отставки. Потому что он там, а люди здесь. Он не с людьми. Он в другом месте находится. Давайте тогда еще к одной горячей теме, которая не так заметна стала из-за произошедшего, но все-таки она тоже одна из свежих. Высылка дипломатов из США, из стран Евросоюза некоторых. Масштабные, я бы даже сказал. Да, возможный ответ России тоже где-то больше ста человек. Вот это все что? Мы уже на грани того, что начнется какой-то масштабный конфликт? Или еще пока есть шансы этого избежать? У меня в Вашингтоне идут частые дискуссии на эту тему. И моя позиция состоит в следующем, что у американских экспертов, у западных экспертов, у них очень широко в ходу распространена такая формировка. Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0. Но мне кажется, что на самом деле мы находимся в состоянии горячей гибридной войны. Ну, Россия и Запад, мы, да. Россия и Запад находятся в состоянии горячей гибридной войны. Просто оружие применяется другое. Ведь по большому счету высылка дипломатов это один из элементов санкций. Это то, что было использовано, начиная с конфликта, с аннексией Крыма, с конфликта на востоке Украины. Вот оттуда все это идет. Поэтому мне кажется, что вот этот горячий гибридный конфликт, он будет развиваться. Потому что Россия, российское руководство не признает правил и ценности, которые существуют в западном мире. Пытается жить со своими понятиями, экспортировать свои понятия. Ну, в данном случае мы же понимаем, что высылка дипломатов это попытка убийства двух человек в Англии. Вот, собственно, ответ на это, что российские власти игнорируют те права, свободы, защиту жизни, которые существуют за пределами одной восьмой части суши. То есть, по большому счету, Запад не сильно возмущается и как-то вот не очень, не высылает дипломатов из-за того, что в России кого-то убивают. Да, и Запад не высылает дипломатов российских из-за того, что в российских следственных изоляторах кого-то пытают или в тюрьмах кого-то пытают. Но существует акт Магнитского? Акт Магнитского, да. Просто нужно помнить, что Сергей Магнитский был гражданином США, и там была огромная такая вот лоббистская история, которую Билл Браудер проводил в жизни. Но это было не уже только после того огромных усилий. Американская система, она как-то на это отреагировала. Здесь она реагирует сама по себе. И очень важно, очень важно отметить, что вот так же, как и с санкциями, связанными с Крымом и с Донбассом, это согласованные действия практически всего западного сообщества. Это единство. То есть, вот то, что они пытают, то, что пытают, там, главный сигнал, главный сигнал, который в этом есть, это то, что Запад един. И все попытки России поверить, что там есть какой-то раскол, что есть страны, на которых можно воздействовать, которые могут теоретически стать союзниками России. Ну, вот, нет таких стран. Это Запад един против России в данном вопросе, считая, что поведение российского руководства, российских властей, оно абсолютно неадекватно, не соответствует стандартам 21 века. Но это и есть, это и есть состояние горячей гибридной войны. Вот срочное сообщение пришло, Болгария еще отзывает посла в России для консультации. Ну, это совсем уже удар в спину, кстати. Ну, к чему? Ну, братушки болгары, вроде как всегда, были более-менее лояльны. Они члены Европейского Союза. Они члены Европейского Союза. Они присоединяются к общей политике Запада. Они хотят быть там, а не здесь. Вот обратите внимание, что никто не хочет быть с Россией. Никто не защищает Россию в случае с отравлением Скрипаля и его дочери. Ну, а посредственно, кстати, чешский президент, мне кажется. Он уже требует выяснить, не производился ли новичок в Чехии. Такой вот завуалированный, мне кажется, подход. Ну, давайте посмотрим, что будет делать Чехия с высокой декламата. У меня сложилось такое впечатление, что когда мы с вами говорили еще, ну, там, несколько недель назад про очередной, там, кремлевский или не кремлевский список, про санкции, что все это было как-то еще, ну, не страшно, что, мол, там, выслали там двоих, там двоих, там троих, там, ну, четверых вышлет. Но каждый раз, когда мы с вами говорим в эфире, у нас находится новый свежий повод опять и опять поднимать эту тему. И вот сейчас уже такая масштабная высылка дипломатов. Я не могу себе представить, о чем мы будем с вами говорить, не знаю, месяца через два тогда, если это будет продолжиться такими темпами. Будет ли вообще связь между Москвой и Вашингтон? Мы с вами будем говорить через два месяца, скажите, повторник. Я надеюсь, что будем, ведь это же гибридная война, да, вот здесь нет, ну, по крайней мере, очевидной задачи, там, на уничтожение, на захват территории, на применение ракетно-ядерного оружия. Здесь вот как шпильки вставлять, шпильки вставлять, да. Я думаю, что на место, ведь, насколько я понимаю, высылка дипломатов не означает, там, сокращение численности дипломатического персонала. Ну, соответственно, на место высылок дипломатов в какое-то время приедут новые. Ну, как-нибудь сокращение? А Сиэтл закрывает генконсульство, значит, однозначно получается сокращение. Вот здесь, соответственно, там, видимо, закроют какое-то очередное генконсульство Америки в России. Ну, судя по опросам, Петербург. Это будет сильным ударом по жителям Петербурга. То есть, хватит бомбить Воронеж, пора бомбить Санкт-Петербург. Наверное, это будет адекватный ответ. А как вам вообще вот эта идея посольства России в США провести целый опрос в Твиттере? Какое генконсульство закрывать? Ну, собственно говоря, можно проводить любой опрос. Решение-то принято. Этот опрос не приведет к каким-то последствиям. Ведь это же не выбор России. Россия, у вас есть право закрыть одно из генконсульств. Как есть, так есть. Что есть, то есть. Я напоминаю, что эта программа персонально ваш сегодня. Персонально ваш, персонально наш, экономист Сергей Алексашенко в студии, Яков Широков, Марина Максимова. Еще один вопрос хочется спросить. Вот мусорный бизнес. В России мы вроде начинаем понимать, как он строится на примере скандалов в Подмосковье. А в США как решается вопрос с мусором? В США, как и в многих развитых странах, мусор делится на две части. Это перерабатываемый, ресайкл и нересайкл. То есть то, что нельзя, не подвергается вторичной переработке. Соответственно, все же в каждом доме есть бак синий, бак зеленый. Ты бросаешь мусор. Это строго? Перерабатываемый. Это строго. Это строго. И если зафиксируют, что ты делаешь что-то не то, могут тебя сильно оштрафовать. Но в принципе присылают регулярно напоминаловки, что вот правила, просим бросать так, просим бросать так. И урны, которые стоят в общественных местах, в тот же самый торговый центр, там 6 урн, как баков, написано сюда бумаги, сюда пластик, сюда обычный мусор, сюда еще что-то. И вот люди нормально реагируют. Вообще люди привыкают к правилам. Если им говоришь, что это правило, и этим вы заботитесь, об окружающей среде, то все так действуют. И, соответственно, та часть, которая ресайкл, это нормальный бизнес, который приносит прибыль. То, что не ресайкл, конечно, это держится на каких-то бюджетных расходах, это так. Но я вспоминаю историю, что я года 4-5 назад уже ее прочитал, что Стокгольм отапливается целиком, производство тепла и электроэнергии для Стокгольма за счет использования мусора. И что количество мусора, которое генерируется в Стокгольме, в Швеции, недостаточно. И одно время Швеция импортировала мусор из Финляндии. Для того, чтобы обеспечивать... Невероятные какие-то истории. Да, абсолютно невероятные истории. Это проблема, которая существует во всех странах. И просто по мере продвижения по пути цивилизации страны начинают с ним бороться. Хорошо понятно, что не все страны это делают. Не знаю, вы едете в Египет, в Турцию, страны, которые на уровне России. А знаменитый неаполитанский мусорный кризис, когда в Неаполе, говорят, мафия этим занималась. Да, конечно. Мафия исторически занималась многими бизнесами, которые связаны с бюджетными деньгами. Например, известная нью-йоркская мафия. Она так сильно кристаллизовалась и окрепла ровно в тот момент, когда она получила концессию на водопровод и канализацию. Потому что поток денег. И, собственно говоря, это известная история. В Неаполе, на самом деле, система очень похожа на российскую. Потому что там платят за то, чтобы убирали мусор с улицы. Не за то, чтобы перерабатывали. А это огромные бюджетные расходы, которые абсолютно неконтролируемы. Там монопольный поставщик услуг. В России, не знаю, Ротенберг и родственники губернатора подмосковного. Либо родственники генерального прокурора. В Неаполе своя мафия, что называется. И они контролируют этот бизнес. И как только они считают, что бюджет платит мало денег, ну, это забастовка мусорщиков и формально независимые мусорщики перестают убирать мусор. Вот, собственно говоря, конфликт между бюджетом и монопольным поставщиком услуг. Который просто говорит, а я не буду это делать за эти деньги. Вот и живите в своем мусоре. Все бывает и такое. — Слушатели, напоминаю, это еще один вопрос в связи с нашим противостоянием с Западом. Ну что, нам готовится теперь к бойкоту чемпионата мира по футболу? Уже Исландия тут присоединилась, своих чиновников не будет посылать. — Ну, мне кажется, что то, что чиновники не приедут, не означает бойкот чемпионата мира по футболу. Спортсмены приедут, и, наверное, это главное все-таки для болельщиков. — Ну, вы знаете, еще пару месяцев есть, и такими темпами мы можем и до... — Если российское руководство поставит себе целью добиться того, чтобы спортсмены не приехали на чемпионат мира по футболу, то я думаю, что шансы на это имеются. То есть, ну, нет таких проблем, которые не могут решить большевики, да, если они захотят. Ну, конечно, они могут этого добиться, но мне кажется, что какие-то остатки разума в головах кремлевских чиновников существуют, и вряд ли они хотят именно такой цели добиться. Просто мы же не собираемся смотреть, правда, матч футбольный между чиновниками Исландии и Англии. — Я не смотрел. — Между нашими исландскими, например. — Да, ну, кстати, был бы... Нет, я понимаю, что там, на самом деле, футбол между Исландией и Англией, вот, спортсменами, да, он может быть интересным, потому что Исландия на последнем чемпионате показала Европу достаточно интересную игру, вот, а Англия традиционно показывает не очень сильную. Поэтому, в принципе, матч мог бы быть интересным. А насчет чиновников, не знаю, мне кажется, что это явно не то зрелище, которое, там, мы всех жаждем увидеть, там, через сколько у нас? Два с половиной месяца осталось. — И еще один вопрос от Виктора из Москвы. Насколько серьезно бьет по интересам россиян закрытие консульства в Сиэтле? — Ну, да, это бьет сильно, бьет сильно, потому что Сиэтл практически сегодня единственное консульство, которое осталось на западном побережье США, в Сан-Франциско закрыли, а на западном побережье живет большое количество, там, выходцев из России с российскими паспортами. И, соответственно, ну, потребность в консультических услугах, она рано или поздно возникает. Это и замена паспортов, не знаю, там, нотариальные доверенности, оформление пенсионных дел, у кого что-то. И, конечно, теперь, там, летать... Ну, во-первых, нагрузка на другие консультические центры возрастает, это означает, что будут возрастать очереди, да, и остался Хьюстон, остался Вашингтон, остался Нью-Йорк. Ну, собственно, три точки, наверное, останутся, да, и понятно, что для людей, живущих там в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Сиэтле, в том же самом, перелет на восточное побережье, это достаточно... Дело, наверное, даже не столько... Ну, и денежный вопрос, да, стоит дороже. И смена часовых поясов, и неудобства, там, либо теряешь день на полете, либо летишь через ночь, полет не очень короткий, длинный, там, пять с половиной часов. В общем, такие житейские неудобства, конечно, будут. Конечно, будут. Ну, и там десятки тысяч, если не сотни тысяч, живут россиян на западном побережье. У нас буквально полминуты остается. Один вопрос, все-таки, Ваше мнение о Сергее Мавроде, который скончался накануне. Полминуты. Сергей Мавроде... Ну, в общем, ничего особенного не было, да, в середине 90-х годов, в первой половине 90-х годов, известный МММ, абсолютно мошенническая тема, прекрасный пиарщик в том плане, что успешно продавал людям свою схему и столкнул, ну, развился ровно в тот момент, когда, там, российское государство было слабо, он не хотел бороться с мошенниками. В общем, мошенник, который сделал себе хороший пиар. Чем отличается крыса от хомячка? Пиаром. Ваше мнение, это мошенник с хорошим пиаром. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что это был экономист Сергей Алексашенко. В студии были Яков Широков, Марина Максимова. Ну, а саму передачу можно посмотреть на Ютьюбе, в основном канале Эхо. Там же можно подписаться на обновление. Надеюсь, услышимся. Ничего не произойдет между Россией и США уже через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»